Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 всегда так но я выросла в городе я родилась на станции и больше наверное такая вот современная городская женщина то есть в жизни не случалось погонь вы знаете я боялась на животных хотя я родители мои вот жили на станции держали небольшой скот но все равно я почему-то вот не близко так с ними на железнодорожной станции но хотя бы может быть на локомотиве я убегаю от жигит на коне я каталась на поезде и главным транспортом моей жизни это был поезд вот так вот это это мой конь да конечно конечно отец мой железнодорожник так что я машинист нет нет просто пустой путевой обходчик он сейчас на пенсии вот я выросла на станции видео всю работу своего отца скажите вот эстрада это если не голгоф а то каторга я могу сказать как и в любой профессии у артистов эстрады есть свои как-то счастливые моменты но и для того чтобы достичь нужного уровня наверное трудиться надо быть профессионалом надо к этому идти надо надо работать над своим уровнем то есть если профессионал то солидная доля каторжного труда неизбежно говорили же 90 процентов труда и 10 процентов таланта я думаю что кто трудится он обязательно добьется настоящего профессионализма в искусстве уже сколько лет 33 года не может быть неужели с одного года и сразу на сцену 18 лет но и по-прежнему вот чтобы выйти на сцену много надо работать и много времени так репетиция подготовка ну во первых с детства мечта петь на сцене это не просто так взяла и захотела и вышла на сцену нет я я ходила музыкальную школу потом я училась музыкальном училище потом я поступила в музыкальную театральную академию художественную и закончив постоянно я работаю со своими педагогами хотя и сама преподаю вместе с ними в академии искусств я поэтому вот видите воспитывая сама тоже учусь и работаю над самим собой нам позвонила инна старкова она призналась что и 28 лет выглядите потрясающе спасибо да да но я думаю молодые женщины наверное тоже редко говорят комплименты вообще-то я ожидала прежде всего от мужчин такого звонка может быть дождемся да может быть еще вся программа впереди да и нас спрашивает каким видом спорта или косметологическими процедурами увлекается наша казахская звезда ну во первых увлекаетесь конечно ну любая женщина должна ухаживать за собой а актриса которая выходит на миллионную аудиторию она обязана держать форму быть красивой ухоженной обязательно следить за собой ну что вы это неразделима красота спорт спорт обязательно я вообще человек спортивный с рождения можно сказать я в школе была больше спортсменка чем сейчас но сейчас такая активная гастрольная жизнь хочешь не хочешь мы всегда в пути мы всегда в дороге и в строю дорога это тоже спорт дорога это нагрузки спорта ну я думаю любимый вид это постоянное движение активное движение в жизни передвигаюсь успеваю добегаю вот так успеваю и везде успеваю обязательно это не опаздывать мария сложно ли творить в обществе постмодернизма в казахстане постмодернизм соц реализм демократический реализм вы знаете времена ведь меняются и появляются новые манеры стиле направления новые элементы на сцене шоу там рекламные больше вот такие вот показные выступления но я думаю настоящий художник профессионал который творил все эти годы на протяжении всей жизни нашего человечества он и дальше будет творить и делать свое дело не взирая не применяя какие-то там особые какие-то моменты лишь бы привлечь внимание это он будет творить он художник он мастер он следует своим принципам профессиональным неизвестный позвонил ваше любимое блюдо нравится ли всем что вы готовите и чем вы почуете свою семью любите готовить на это время остается ну во первых я мать большой семьи до большой семьи у меня две девочки два мальчика и большие большие маленький тоже сын 8 с половиной лет я как мать стараюсь полностью уделить внимание свое свободное время посещать дети и любила рожать слабо вот этого бог дал мне двоих сыновей я счастлива я состоялась как мать параллельно вот как актриса но и прежде всего я состоялась как мать может быть от этого уже мое мировоззрение вообще отношение к семье к быту к дому к детям от любви все исходит не было вот у вашего брата артиста у вашей сестры артистки и надо бывает сомнение большой живот помешает карьере вы знаете что удивительно я до восьми с половиной месяцев была на сцене выступала я не заметно или умела скрывать я умела скрывать вот она восточная женщина красивый халат казахский чапан и моего живота не видно было я помню перед рождением первого сына старшего сына восемь с половиной месяцев я выступала на голубом огоньке в москве на центральном телевидении вы пели вдвоем да и моего живота не заметили никто подумали что национальном костюме стою аплодисменты ты на двоих наверное от сама песни это просто очень просто или предельно сложно и вообще как надо относиться ну смотря кто как ее исполняет сердце душою перевоплощаясь в образ характер песни и говоря о песни через через себя от себя это есть такой нормальный образ актерское перевоплощение переживание это я думаю очень серьезная работа а есть который просто открывает рот и перепевает мелодию без души без сердца я думаю вот настоящее исполнение это и есть вот через себя от себя петь а хватает сердца песен много в каждую сердце надо вложить вы знаете каждая новая песня это новый образ и очень интересно войти в образ говорить через песню самой и себе и зрителям разума вина виновата перед нашим телезрителем он спросил же о вашем любимом блюде это манты я как восточная женщина умею готовить все наши восточные блюда у нас у нас у это это элементарно и плов и манты и лагман это каждый день бешбармах и борщ котлеты все что нужно я думаю что такой женщины это восточное блюдо но у нас это в обиходе каждый день у меня дети очень любят котлеты жареную картошку фри котлеты говядина 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 баранина конечно котлеты из баранины делают а как же немножко добавляют баранины так а вообще свое то стадо есть где нибудь в горах там нет конечно я городской человек я не занимаюсь полностью ну и что на гонорару не хватило там ку прикупить какое-нибудь стадо в мыслях даже не было ни у меня ни моих родственников пусть эта мысль заведется в голове городские позвонила нам катюша я давняя ваша поклонница спасибо когда порадуете нас новой песней завтра будут новые песни обязательно приходите катюш нас на концерт лучше один раз услышать чем видеть по телевидению просто говоря щурма его хорошо а скажите вот русскую песню катюша пела когда-нибудь конечно на 9 мая с ветеранами войны обязательно расцветали яблони и груши поплыли туманы над рекой выходила на берег катюша на высокий берег на крутой катюша приходи завтра роза рымбаева споет катюшу сулеймана нет сулейма есть женское имя верите ли вы в приметы и что считаете для себя талисманом я не могу сказать что в приметы верю талисман ношу с собой перед выходом на сцену чтобы обязательно в кармане что-то лежал там нету в это я особо не верю маргарита александровна есть 77 лет и наверно 33 года ваша поклонница представилась что давняя поклонница спасибо вот напела песню лодка тонет и не тонет потихонечку плывет милый любит и не любит только времечко течет ах самара городок это оттуда спокойная я беспокойная я успокой это оттуда да маргарита александровна самара городок это пела наша великая роза багланова была певица да есть она и поет просит передать вам спасибо у вас такое удивительно душевное творчество руслан вот мужчины звонят но поделитесь своими ощущениями что вы переживали на открытие вашей именной звезды роза в москве вы знаете мне от счастья хотелось с одной стороны плакать потому что ну так неожиданно плачете плачу правда мало кто его видит от счастья от бессилия и от трудности от усталости и от всяких проблем естественная женщина я слабая женщина но я стараюсь не пока это вы сами себя убедили конечно слабая женщина я нормально обыкновенная женщина со всеми проблемами трудностями и счастьем радостью сила сила женщины как говорят у нас значит в ее слабости поэтому что проявляете свою силу своих слабостях проявляю без песни не прожить не дня а скажите вот песня знаете свое время настоящей песне на вне времени она всегда актуально а вы всегда интересно вы поете песни которые не знают своего времени беспризорные на все времена нет я имею ввиду вот старой песни добрые песни настоящие песни они вне времени не всегда актуальные можно сказать что вы голос своего поколения? Ну, я думаю, у моего поколения не только была одна Рымбаева. Было много таких певцов. И наше поколение, мои сверстники меня помнят. Они со мной всегда на сцене. Хорошо. Вот этот хор поколения Розы Рымбаева, кто еще? Я выступала вместе с Ларисой Долиной, Софией Ротару, Львом Лещенко, с Иосифом Давыдовичем Кобзоном. Выступала с... Да он несколько все-таки друг другого поколения, Иосиф Давыдович. Ну, мы вместе выходили на сцену, мы пели одни песни. У нас были общие одни песни. Так, друзья остались в прошлом и по ту сторону границы, нет? Вы знаете, мы часто встречаемся в Москве. И они к нам в Казахстан очень часто приезжают с концертами. Мы всегда в одной программе выходим. Вот только что отметили 15-летие нашей Астаны. Целый самолет российских звезд прилетели на этот юбилей. Мы вместе делали одну программу. А в Казахстане вообще так любят, помнят русскую песню, забывают, может быть, должны забывать. Здравствуйте. Здравствуйте. 50% населения русских и русскоязычных. И поэтому параллельно с казахским языком больше даже у нас в обиходе русский язык. И поэтому, ну, не представляю, без русского языка вот все бы ограничились бы только казахским языком и жили бы одни казахи. Ведь само государство, ведь вот с первых дней, можно сказать, мы, во-первых, по соседству живем. Во-вторых, вот после войны, и после революции. Очень много переселенцев с России, они обосновались в Казахстане и других республиках. Поэтому наше государство не представляется единой казахской. Это многонациональное государство. Испокон веков. Вот скажите, президент Назарбаев, это же вашего поколения? Слушатель. Он мне так и говорил. Мы с твоими песнями живем, Роза, уже 30 лет. Мы тебя любим с первых дней. Мы с тобой всегда. Я очень благодарна ему, конечно, за такую оценку. Иногда бывает на моих концертах. Так, а его аплодисменты так выделяются в общих овациях? Обязательно от него букет. Огромный букет. Обязательно его присутствие в моем концерте, освещается телевидением, радиопрессой. И, естественно, он выбирает время. Выбирает время, приходит на мои концерты. Вот вопрос о тюменских мужчин. Просто безобразие. Вы состоятельная женщина? Я могу сказать, я состоялась как певица, а это главное мое состояние. Мои зрители, мои слушатели, это тысячные, миллионная аудитория. За эти 30 лет я считаю, что я очень богатая актриса, которая имеет столько зрителей. Поклонников. Это Александр задавал такой вопрос. Богатая женщина? Роза Рынбаева? Самая богатая женщина Казахстана? Одна из богатых актрис. Богатейших. Да, богатейших актрис. Да, богатейших. Своими зрителями, друзьями, слушателями. Творческих кризисов за это время не переживало, не случилось? Застоя не было. Я вам говорю, даже перед ротами. А сомнения постоянные. Мы постоянно творим. Мы варим со своим собственным соком, потом это выносим на зрителей. Конечно, сомнения. Поймут, не поймут. Примут. Иногда хочется резки каких-то перемен, изменений в своем имидже, в манере исполнения. И это сразу, не всегда бывает доступно, понятно зрителю. И вот это вот, немножко такое волнение, такую неуверенность. Потом начинаешь доказывать, убеждать зрителю своего. А вот в трудные времена бизнесом не пробовала заняться? Вы знаете, вот чего-чего, бизнесом, сколько бы меня не уговаривали. Уговаривали? В компаньоны? Подсказывали, советовали, что пение это не на всю жизнь. Голос тут тем более не вечный. Может быть, параллельно чем-то займешься. Я преподаю, и вот все свободное время я общаюсь с молодежью, и я занята просто, честно говоря. Роза, вот из Тюмени вернешься, все-таки, может быть, отару-то прикупить надо? Ну, подумаю, вообще-то. Хороший совет, жизненный. Когда вольготнее вопрос? В советские времена или сейчас? Без советской власти? Знаете, я во всех переменах в жизни считаю, что я делаю свое дело правильно и верна своим принципам. Я чувствую и там комфортно себя, чувствовала и здесь. Я активно работаю. Мое творчество востребовано, это самое главное. Скажи, Роза, а вот пафос ваших песен, ну, это вообще, наверное, мы будем говорить, что это же оптимизм такой, голый оптимизм, да? Он совпадает с собственным настроением души? Вы знаете, мой, в общем-то, образ с первых дней зрителя запомнился патриотическими песнями. И сейчас, когда я выхожу на сцену, меня восприняло, комсомолка, спортсменка, патриотка. Нет, я обыкновенная женщина, слабая, 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 У которой бывает грусть, и слезы на сцене могут быть, и счастье, и всплеск эмоций, характера. Я бываю разная. В зависимости от песни и в зависимости от настроения. Вот первый джентльмен позвонил, Виктор Александрович, ему всего 70 лет. Он обращается к вам, Розочка. Слушаю вас. Вы позволяете? Конечно. 70-летнего джентльмена. Мне приятно. Когда я узнал, Розочка, что вы у нас в Тюм... Нет, он пишет. Когда я узнал, Розочка, что ты у нас в Тюмени, решил обязательно сходить на концерт. Спасибо. Помню еще московские концерты. А в Тюмени никогда не приходилось бывать? Вы знаете, я впервые. То есть в советские времена гастрольный маршрут никогда. Я в советские времена в каких только городах не выступал, во всех 15 республиках, и на Дальнем Востоке, и на Крайнем Севере, но почему-то вот в Тюмени я не заезжала. Вот сама я удивляюсь. Пока вот не пригласили меня мои братья, диаспора казахов, вот на этот раз, и, конечно, при участии городской власти, департамента культуры, сегодня вот идет подготовка к завтрашнему концерту, уже бесконечные звонки, билетов, к сожалению, нет. Но приходите, может быть, будут еще... Появятся билеты. Вот я очень рада этому приезду. Товар Антону нам позвонил, ей завтра исполняется 66 лет, и она решила себе организовать подарок. Обязательно придет завтра на концерт, и уже благодарит. Я очень рада, очень рада, спасибо вам большое. Так. Надеюсь, вы отдохнете, проведете хороший вечер. Так. Правильно ли я выговорю? Саламат Сызде. Саламат Сызва. Саламат Сызва. Саламат Сызва. Да. Ну, я по-тюменски скажу Саламат Сызде. Здравствуйте. Это позвонил выпускник Карагандинского университета Тахир. Роза Рымбаева, певица его молодости. Он желает вам здоровья и счастья. Взаимно. Спасибо вам большое. Приходите на концерт. А по-казахски? Большое спасибо. Коп Рахмет. Большое спасибо. Тахир. Тахир. Илья. Солидный мужчина. Ему 45 лет. Наш телезритель. Что ждет зрителя завтра на концерте? Будет ли он необычен для самой Розы? Вы знаете, для меня каждая сцена это необычное. Потому что вот я не представляю. Я не видела сцены филармонии. Для меня какая-то новая обстановка это всегда для меня что-то такое интересное. Новый зритель это очередной творческий экзамен, во-первых. Всегда. Вот они же как рентген будут завтра меня рассматривать, прислушиваться к каждой моей фразе и вот оценивать. Нам позвонил Тимур. Ваши отношения к нашему городу? Ну, он не слышал еще вашего ответа, наверное, сколько раз вы здесь бывали. Я впервые, во-первых, я уже полюбила ваш город. Я в пять утра приехала на машине и могу сказать... Откуда? Я приехала из Омска, но до Омска я была в Павлодаре. До Павлодара я долетела самолетом. С Павлодара переезжала на машине в Омск. Через там... Вот там с Омска приехала в Тюмень. Вот 3000 километров я проехала до Тюмени. Из классики, из своей классики. Что завтра будете петь в филармонии? Вы знаете, я помимо своих песен, которых запомнила публика в моем исполнении, я буду петь известные советские песни, так как, наверное, эти песни, они близкие к каждому из нас. Они мне очень нравятся, я их люблю, я с этими песнями живу. Плюс наши казахские песни. Не только на казахском, но и на русском. Казахские песни. Роза, мы для наших телезрителей провели интерактивный опрос. Вопрос поставили им так вот простенько. Мы не забудем старых песен. И три варианта ответов. Никогда. Как счастье молодости не забудем старых песен. И третий вариант. Поем новые. Нам позвонило за это время около 300 телезрителей. Вот 124. Никогда не забудем старых песен. Как счастье молодости добавляют 65 еще телезрителей. Поем новые 70 звонков. Я могу сказать... Как относитесь? Я могу сказать... Не забываем старые песни не потому, что они старые. А потому что смысл содержания настолько актуальен, что они вне времени, опять я вам говорю. То же самое, что прочтение классических произведений. Они ведь всегда актуальны, всегда волнуют, всегда затрагивают. Поэтому я думаю, что вот старые песни, они поэтому и не забываем. Не потому что они старые, мы как к ретро им относимся, или к какому-то такому вот совсем старому. Они вечно юные. Как роза. Я думаю, что вот из-за актуальности просто тематики и содержания смысла, они не забываем. Они близки нам. Они человечны. Мы не прощаемся с песнями. Никогда. А песни, они прощаются. Вот сама песня не отпускает, не прощается. Ну как можно жить без песни вообще? Без мелодии в душе. Без этого состояния, счастья, благоденствия. Как можно жить без песни? Спасибо, Роза, что нашла время и пришла в студию телерадиокомпания «Регион Тюмень», чтобы рассказать о себе, о завтрашнем концерте. Завтра в 19.00. Лучше один раз услышать. Большое спасибо. Проходите завтра. Я вас жду. Спасибо вам за приглашение. Я вам очень благодарна за эту встречу. Большое спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok